Безвыходных ситуаций не бывает. Бывают ситуации, выхода из которых мы не оставляем сами. Минск чрезвычайный. В эфире Минск чрезвычайный. У микрофона Анастасия Гарба. Статистика в лицах и цифрах. Минск чрезвычайный. Оперативная информация за неделю. С начала года в Минске на пожары ИЧС спасатели выезжали около полутора тысяч раз. За это время на пожарах погибли пять граждан. 25 человек, в том числе один ребенок, пострадали. Из опасных зон работники МЧС спасли и эвакуировали почти 600 человек. Далее подробности наиболее значимых происшествий минувшей недели. Минск чрезвычайный. В понедельник в Минске горело зеркало. Сообщение о пожаре в одноименном столичном торговом центре поступило около 11 часов. Спасатели справились с возгоранием уже через 7 минут после сообщения ЧП. В торговом павильоне на втором этаже загорелись вещи. Огнем было повреждено имущество. Эвакуация не понадобилась, поскольку торговый центр в этот день не работал. Но, предположительно, причиной инцидента стало короткое замыкание электропроводки в электророзетке павильона. Наравне с пожарами и серьезными происшествиями работникам МЧС приходится порой оказывать помощь населению, спасая, например, домашних питомцев. Стоит отметить, что подобные случаи не входят в компетенцию спасателей, и каждый конкретный случай рассматривается индивидуально. Иногда на просьбу граждан все же откликаются. Ведь спасти кошку с дерева часто означает спасти хозяйку от сердечного приступа или остановить ребенка, который полезет на дерево за кошкой и в лучшем случае там застрянет. В понедельник работники МЧС помогли снять домашнего котенка с дерева на улице Китышка, а затем еще одного усатого с козырька балкона квартиры на девятом этаже по улице Короля. Минск чрезвычайный. В среду вечером трое жителей нехорошей квартиры по улице Одинцова могли стать заложниками своего образа жизни. Здесь, в жилой комнате, загорелся диван. Оперативно прибывшие спасатели в коридоре квартиры на первом этаже обнаружили хозяина, инвалида первой группы, а в одной из комнат его жену и их гостя. Всех пострадавших, которые были пьяны, спасатели вывели на улицу. С признаками травления их доставили в больницу. Наиболее вероятной причиной загорания дивана стала незатушенная сигарета. В этот же день из-за вспышки газовоздушной смеси в Минске пострадал еще один пенсионер. Около шести вечера по номеру 101 поступило сообщение, что на улице Олешева возможен взрыв. Когда подразделения МЧС прибыли на место ЧП, весь гараж был в дыму. Его хозяин лежал на полу без сознания, а спасатели вынесли мужчину на свежий воздух. Пострадавшего с ожогами первой и третьей степени всего 60% тела госпитализировали. Известно, что в тот вечер мужчина наводил порядок в гаражном боксе, когда внезапно произошла так называемая вспышка пятилитрового газового баллона, хранившегося в подвале. Причины, по которым это случилось, сейчас устанавливают специалисты. Минск чрезвычайный. Четверг гул пожарных сирен и подразделение МЧС заставили поволноваться жителей улицы Севастопольска. Переполох случился в обеденное время на территории Республиканского реабилитационного центра для детей-инвалидов. Но по факту ситуация оказалась не столь драматичной. Прибывшие подразделения спасатели обнаружили, что произошло незначительное возгорание на крыше здания. Работники центра эвакуировались самостоятельно и до приезда спасатели пытались потушить возгорание сами. Пострадавших нет. Предположительно, ЧП произошло в результате проведения огневых работ. Примерно в это же время на пульт службы 101 поступил звонок от жителей улицы Первомайская. Они обнаружили в песочнице на детской площадке Ужа. Для его поимки спасатели использовали специальное устройство для отлова змей. В результате никто не пострадал, уж был отпущен на волю в безопасное для людей место. В пятницу днем короткое замыкание электропроводки удлинителя стало причиной пожара в квартире на проспекте Независимости. Находившиеся дома жильцы двушки не спешили звонить в службу 101. Они самостоятельно пытались ликвидировать начинающийся пожар. В результате драгоценное время было упущено, а огонь успел изрядно повредить имущество. Закопченной оказалась и вся квартира. Счастью, жертв удалось избежать. МЧС напоминает, в случае возникновения пожара незамедлительно звоните по номеру 101 или 112. И вызывайте спасателей. Минск чрезвычайный. Несколько человек пострадали в результате аварии в жилом районе Запад в воскресенье. Дорожно-транспортное происшествие с участием легковых автомобилей «Опель» и «Мерседес» случилось днем на пересечении улиц Шаранговича и Якубовского. В результате 27-летний пассажир второй машины оказался зажат в покореженном авто. Работники МЧС с использованием аварийно-спасательного инструмента высвободили мужчину и передали бригаде медиков. С тяжелыми сочетанными травмами он был доставлен в больницу. Еще одна спецоперация по спасению кота прошла в воскресенье на улице Олешева. Убегая от собак, животное забралось на опорный столб линии электропередачи, высота которого составляет порядка 10 метров и просидела там длительное время. Для снятия кота электрикам пришлось обесточить линию электропередачи. С помощью раздвижной лестницы спасатели сняли усатого со столба. Такой была минувшая неделя в городе. До встречи в следующий вторник. Пока. Безвыходных ситуаций не бывает. Бывают ситуации, выхода из которых мы не оставляем сами. Минск чрезвычайный. Презвычайный.